Общественное объединение Чуй Автотранс построило дом для матерям-одиночкам с тремя детьми. Дом просторный, светлый, современно оформленный, трехкомнатный и был построен за один месяц. И сегодня были переданы ключи своим хозяевам. Радости Гульсана Усмоновой, ставшей хозяйкой собственного дома, нет предела. Старая крыша, в которой жила с детьми наша героиня, каждый год, особенно зимой, заливала водой. Сегодня Гульсана выражает благодарность доброжелательным горожанам. Муж умер семь лет назад. Обзависеть с жильем, достаточным для проживания многодетной семье, непросто. Купить дом или найти деньги на строительство матери-одиночки часто оказывается не по карману. Двери и окна были старые в нашем старом доме. Соответственно, дети часто болели, так как было холодно. Спасибо, что оказали такую поддержку. В новом доме созданы все необходимые условия. Построены туалет и ванная. Также проведена подкачка воды и установлена качественная система отопления. Дом очень просторный и светлый. Детям будет комфортно жить в таком красивом доме. Спасибо фонду, что помогают нуждающимся людям. Такой же жилой дом был построен для многодетной матери-одиночки в Киминском районе. Общественная ассоциация водителей большегрузных машин отмечает, что и в дальнейшем будут продолжать такую благотворительную работу. Эту инициативу подняли водители большегрузных машин, которые курсируют по маршруту Бишкек-Торугард. Конечно, мы всю информацию о семье узнали от соответствующих министерствах и Айлук-Мэтту. Мы и дальше продолжим благотворительность. На данный момент фонд предоставил жилье шести семьями из других регионов страны. По их словам, этот проект поможет нуждающимся людям поддержки их и выходе из бедности. Следует отмечить, что более двухсот водителей вносят свой вклад в доброе дело. Продолжение следует...